Так, ребятки, вот такой вот он у меня получился, этот дракошка. Тесто замесила по тому же рецепту, как мы пекли в прошлом году зайчика. Итак, капусту я нашинковала для начинки, морковку натерла, лук порезала. Сейчас мы все это обжарим. Так, почти к готовой капусте добавила 2-3 лица. И сейчас все вот это быстренько мы размешаем. Итак, девочки, начнем, и девочки, и мальчики, начнем лепить дракона. В общем, идет год дракона. Я скажу честно, что я дракона не лепила никогда. Сейчас мы попробуем его слепить. Зажгла вот свечечку, яблоко с корицей, для новогоднего, так сказать, настроения. Значит, капусточка готова с яйцами. Все, она уже полностью остыла. И сейчас начнем. О, какое тесто. Берем половину этого теста. Ну, из этого мы сделаем туловище. Так. Вот из этого сделаем, наверное, голову. Да, я не знаю. Так. Так. Отлично. так это так сказать на детали на детали оставим еще надо по одному это для ног так на детали так ну что начинаем первое что вот 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 вытягиваем вот так вот здесь потолще получилось здесь потоньше вот такая вот форма у меня так 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 закрепили теперь возьмем противень растительным маслом смазала так еще раз как следует закрываем чуть-чуть это порвалось и переворачиваем вниз берем и переворачиваем тропин вот так вот так Продолжение следует... 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 надо как-то сделать ему этот рот так сказать пасть вот он у нас будет добрый или злой вот это вот это вопрос немножко вроде как будто вытянутой должна быть это часть так теперь я беру часть теста которая осталась надо сделать вот здесь вот ему такой панцирь и что не вот он такие катаем жгутик катаем жгутик не знаю как и как она называется у этого дракона там катаем жгутик так кладем его посередине приминаем эту верхнюю часть дальше и и и беру белок белок отдельно отделила и на белок кладем так ну еще вытягиваем еще раз вытягиваем приклеила значит на белок так это пока уберем беру ножницы которые кухонные ножницы в кухонные ножницы и делаем надрезики такой мелкой работаете конечно крупные у меня ножницы все еще раз приклеим вот так что после растоки то у нас хоть какая-то форма сохранилась теперь девочки ножки раскатываем такой вот просто кружочек небольшой кружочек шарики так придают чуть-чуть такую как бы сказать продолговатую форму теперь как я представляю как-то так должно быть вторую с той стороны также возьмем белок белок и сама приклеим приклеим теперь точно так же делаем задние ноги они чуть чуть меньше чем чем передние немножко поменьше тесто я взяла и тесто вот так вот шарик теперь берем зубочистку вот так ломаем ее пополам ну конечно это надо следить чтобы дети потом не наелись этих зубочисток берем вот эти кусочки которые мы отстригли самые маленькие оставляем вот так вот кончик чуть-чуть и слегка наматываем это будут когти как говорится вы можете зубочистки не ставить вот такие вот когти в общем как то как то так у меня вот получается теперь делаем такую вот как так сказать лапку 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 так лапка вот такая сейчас мы попробуем это прикрепить так опять берем белок так и попробуем ее прикрепить думаю что надо их вот так вот немножко расставить так дальше и в общем стал вот такой вопрос там у него у дракона на голове по-моему тоже есть какое-то оперение как будет оперение сделать как его оперение это сделать я не знаю так берем ножницы опять и вырезаем вынимаем еще серединке вот эти вот которые вырезали это конечно не уже не очень не очень красиво получилось у меня не знаю девочки как сделать крылья самое сложное это крылья не знаю как это крылья я не знаю как их сделать не хватает у меня фантазии чтобы тесто стояло дрожжевое чтобы тесто чтобы стояла и чтобы были крылья так девочка промочилась очень долго тесто кусочек еще остался никакого другого выхода я не нашла как сделать только вот такие крылья ну у дракона есть крылья из дрожжевого теста его не поставить фантазии у меня не хватило значит я вот раскатала взяла зубочистку и вот таким макаром так сказать нарисовала ну и не знаю оперение или как что там у него вот вот сейчас мы это приклеим приклеим прикрепим с другой стороны так будем пробовать с этой стороны это конечно мне честно не очень нравится но другого выхода скорее всего у дракона нет он и так такой так мягко говоря странненький так девочки надо быстренько уже смазывать вот в желток добавила чуть-чуть молочка буквально чуть-чуть вот у меня не хватит так так теперь вот думаю как как лучше ему смазать начнем сначала с тела ну вот девочки наш шедевр наш это самый из морковки сделала вот я язык подрумянился конечно эти ноготочки и хвостик конечно там тесто тонкое быстро быстро подрумянилась в общем вот такой этот самый такой вот дракошку у меня получился выпекался 25 минут ну для первого раза я думаю что очень даже неплохо получилось ну что девочки будем снимать пробу если честно что его пробовать потому что начинка я уже сто раз ее готовила и в общем ты я думаю что в следующий раз уменьшить температуру не при 180 выпекать а при меньшей температуре потому что пальчики вот хвостики все-таки уже как бы подгорели но их можно правда и не есть ну с чего начнем вот так вот или с ножки так и нет у меня не оказалось такого большого блюда чтобы положить принесла вот это блюдо но все-таки маловато маловато вот начинка конечно все здесь больше всего здесь начинки здесь меньше начинки ну что ну что что будешь снимать пробу ну вот ногти ногти я есть не буду а спинку с молочком с удовольствием ну очень вкусно тесто просто прелесть просто прелесть а